Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот он мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще не подписались, впервые попали на канал. Я сегодня вас приглашаю в интереснейший выпуск. Покажу весь Олимпийский пляж, и он достаточно большой. Это значит, что пройтись мне придется очень-очень много. Вам посмотреть очень интересный годный контент. Я думаю, что многие из вас выберут отправиться в отпуск в Сочи. И я думаю, что многие из вас приедут отдыхать в Адлер. Я покажу вам сегодня Сириус, как здесь проходит подготовка. Она, между прочим, идет полным ходом. Тут такие работы происходят. Короче, я не буду тянуть. Давайте начинать смотреть. Погнали! Итак, друзья, мы сегодня вместе с вами приехали в Сириус. Это поселок городского типа с недавних пор. Раньше это был все микрорайон Адлер. А сегодня Сириус. Мы сейчас находимся именно в Эмеретинском порту. Здесь вы можете замерить, насколько здесь происходит мощная реконструкция. Строят, открывают кафешки. Это Эмеретинский порт, для тех, кто не знал. Здесь вот такие есть челлаут-зоны. Их много. Правда, эта часть пока закрыта. Покажу вам открытой. Вот тут есть зона сохранности судов. Вот их, видимо, как-то сюда вытаскивают из воды и загружают. А вот непосредственно сама площадь всего этого Эмеретинского порта. Здесь стоит корабль. Я слышал от одного экскурсовода, что это корабль одного из знаменитых путешественников. Я, правда, забыл его какими. Но я вот тут сейчас прикреплю. Посмотрите, почитайте. Здесь, в принципе, всегда достаточно рыбаков. Здесь даже, видите, есть вот такие интересные желтые флаги. Зона рыбалки. Видите, как это смотрится. Здесь можно всегда арендовать катерок, прогуляться. А в солнечную походу здесь ходят вот эти всякие менеджеры, которые очень сильно пристают и говорят, давайте покупаемся на яхте. Давайте на яхте. Это значит Эмеретинский квартал выстроенный перед Олимпиадой. Вот эти все белые дома. Здесь тоже можно снять жилье и отдохнуть. Также можно снять жилье вон там дальше, в Олимпийской деревне. Но как там отдыхать в плане морского отдыха, я не знаю. Покажу сейчас чуть позже, почему. Вообще, забегая вперед, скажу, что из-за вот этого морского порта пляж тот, который находится напротив Олимпийской деревни, он уничтожен. То есть здесь людям, которые приедут отдыхать... Но здесь гулять по кайфу, да. Здесь всегда движуха, здесь всякие вот эти вот ресторанчики. Вот, кстати, открыли недавно, как она, Мидиапорт. В общем, много всего есть. Это все такие интереснейшие контейнеры, классная очень локация. Вот погулять прикольно, а купаться негде. Мы с вами пройдемся до места, где только можно гулять, и вы поймете, насколько далеко это находится. Вот, а в целом, если собраться... Да, и вот самолеты несколько летают. Собраться, например, вечерком в компании друзей с детворой. Здесь, конечно, очень-очень классно. Видите, здесь просто каждый метр. Это какой-то новый ресторан. Вот они, такие челлаут-зоны. Белосиненькие, видите? Вот, достаточно интересные. Разделены так на четыре. И еще здесь есть вот такая фотозона. Меретинский. Вот так это выглядит. Много парусных яхт. И здесь, что очень-очень нравится, здесь, как обычно, наше любимое сурф-кафе. Такой тренд сочинский. Здесь их очень-очень по-настоящему много. И у них же здесь есть искусственная волна. Вот тут она. Но пока она не работает. Я тоже вижу, что там ей идут работы. Видимо, в ближайшее время ее ребята откроют. И мне очень хотелось попробовать искусственную волну. Ну, а что касается погоды. Погода. Очень много людей спрашивают, а как погода, что погода. Ну, вот видите, сегодня вот такая пасмурная. Вообще намека на солнце нет. В ближайшие, наверное, даже три дня. Но вчера светило солнце. Мы с другом выходили в море на сапбордах. Обязательно гляньте. Выпуск очень классный для тех, кто особенно никогда не брал сапборды. Не знает, как это и что это. Посмотрите. Вот установили такие черные контейнеры. Это тоже здесь будет какая-то зона еды. Фуд какой-то, фудкорт. Вот здесь вот такими ленточками пока закрыли вот эти челлаут-зоны. Но в ближайшее время, я думаю, все заработает. И вы приедете отдыхать. Все будет функционировать. Мы попадаем с вами на такую набережную, где большой выбор прокатов. Это, кстати, отель Рэдисон. На любой вкус можно взять и цветом прокат. Это здесь велошеринг, самокатный шеринг. Дальше вон там на площади, там есть прокат автомобильный. Гляньте, как это все интересно выглядит. Локация, конечно, классная. Но еще раз повторюсь, тут, ребята, не покупаться. Вот она начинается уже, Олимпийская деревня. Вот эти домики беленькие, красная крыша. Да, все аккуратно, все красиво. Но есть минус. Сейчас мы до него дойдем. Я вам его покажу. Вот люди в отеле отдыхают, купаются. Там есть у них бассейн. Да, я говорил, вот табличка Рэдисон. Висит главный вход. Вот так этот отель выглядит. Красиво. И вот видите, идут приставучие люди. Нет, спасибо, местный был везде. Да, вот предлагают экскурсии. Делают они это очень навязчиво. Бывает такое, что прям они сильно пристают и идут за людьми. Прям над духом им. Давайте, поехали, поехали, давайте. Ну, конечно. Ну, вот особенно те, кто, конечно, давно живет. Это раздражает. Вот это вот олимпийская деревня. Он же морской район. Выглядит все симпатично, идеально. Но мы как раз дошли до этого места, про которое я хочу вам вновь и вновь рассказать и показать. Это то, что пляжа тут нету. Вот такие булыжники. Опа. Сейчас повыше. Выглядит пляж здесь, ребята. Вот так вот. В общем, смысл заключается в следующем, что из-за вот этого морского порта река Мзымта перестала выбрасывать природную гальку. И из-за штормов, из-за волны вот эту гальку, которая здесь была, ее стало сносить в море. И, соответственно, берег уменьшился в ширину. И уменьшился до такой степени, что, по-моему, в 18-м году был очень сильный шторм. Вода била настолько сильно, что она выходила вот прямо сюда на набережную. Вырывала здесь асфальт. И затапливала весь вот этот вот морской район. Зрелище, конечно, было захватывающее, но потом в дальнейшем требующее очень-очень много денег на восстановление. Ну, как вы видите, ничего не восстановили. Просто завезли огромные камни. Восстановить уже ничего невозможно, если только убирать вот этот вот морской порт. А во всей Эмеретинке, вон там вот дальше, мы сейчас с вами туда пройдемся обязательно, все увидите. Там постоянно просто завозят каждый год. Вот как игологи ударили в колокол, а кнопку SOS нажали, что нужно срочно спасать природу. И начали завозить гальку. Да, она, конечно, ужасная. Сейчас я вам покажу. Дойдем оттуда. Ну, а здесь сейчас приходят просто люди, вот можно увидеть, да, там стаканчики, портфельчики и просто чили, такая вот зона получилась. Здесь с этих булыжников есть вот такой вот выход на набережную. Можете увидеть, да? То есть здесь раньше было, как и везде, как и на том, да, такой спуск. А сейчас это выглядит вот так. И, в принципе, вот отсюда начинается нормальная велодорожка. Сейчас я вам покажу ее. Вот видите, прорезиненная. И уходит уже Олимпийская набережная. Вот классический спуск, но спуска тут нет. Тут просто камни, камни и еще раз камни. Но в этой части всегда можно увидеть достаточно количество отдыхающих, потому что если те пляжи, они битком, то сюда не каждый отправится, друзья, отдыхать. Ну, сами, да, видите, здесь не положишь лежак особо так. Но зато дико хорошо, спокойно. И, в принципе, и набережная сразу за вот этим бетоном. И на этом пляжике, друзья, вы можете заметить гальку родную. Но в море вот эти все бетонные штуковины. И вот такой вот пляж. Здесь, конечно, очень грязно, очень много мусора. Естественно, за ним никто не следит. Он никому не нужен. И вот такой вот тут выход на набережную. Конечно, пойдемте с вами на набережную. Я вам сейчас ее тоже покажу, что есть в этой части. Ведутся различные реконструкции. Вот вы можете заметить. Здесь также всякие кафе, рестораны. Но здесь, говорю, здесь чисто просто прогулялся немножко. И все. И даже, как говорится, не окунешься. Ну, а дальше идет уже все непосредственно набережная. Посмотрите, какая у нас сегодня погода дождливая. А люди гуляют. Вот кто-то спрашивает, а что если сейчас приехать? Слушайте, да, конечно, надо переезжать. В любом случае тепло. В любом случае рядом море, рядом горы. Всегда можно погонять на какие-нибудь экскурсии. Ну, как бы, ну, хорошо. Все равно здесь здорово. И, ва, я вот тоже хожу под небольшим таким дождичком. Снимаю для вас выпуск. Вот такая здесь волейбольно-футбольная площадка. Тут проходят турниры. Пальмочки. Вот еще одна большая такая, еще одна, точнее, большая такая парковка шеринга велосамокатного площадка. Заниматься спортом. И пошли снова всякие разные ресторанчики. Сейчас мы подойдем с вами поближе. Там ведется большая стройка. Уже не первый год. Вот на вот этом кусочке, вот тут, здесь летом выставляют даже сапборды на прокат, да, и можно взять и покататься. А на бетоне выставляют лежаки. То есть, ну, кто-то хоть чуть-чуть заворачивается, хоть как-то поддерживает. Но, в целом, здесь купаться небезопасно, особенно с детками. Вот она, стройка. Здесь все что-то строится. Они первый год уже, наверное, год третий точно здесь все это дело строят. И здесь будет спортивный парк мыс Адлер. Вот как. Будут всякие бассейны, аквапарки, площадки. Давайте поближе подойдем с вами. Я вам поближе покажу. Это вот велодорожка. Обязательно, когда переходите, смотрите влево-вправо. Сейчас вот пасмурно, не так много людей катается вообще. Люди, даже взрослые, не смотрят и попадают в такую аварию. Вот, видите, такой будет бассейн классный для деток. Теннисные корты. Красивая локация, беговые всякие дорожки. В общем, все будет очень-очень интересно. И прямо возле набережной. Жаль, что нету, конечно, пляжей. Все-таки дождик спугнул людей. Прямо здесь, в этой части, очень мало их. Вот вся стройка. А я хочу вам показать вот пляж. Вот тут, видите, так выглядит. Есть бетон. Огородили море. Обезопасили, так сказать, эту новую набережную, чтобы волна все не смывала своей силой. Ну что, друзья, вот плавно закончилась эта стройка спортивного парка Мыс-Адлер. И мы с вами попадаем уже в такую более оживленную набережную, где люди есть, а люди будут. Но дальше покажу еще один сюрприз. И так, здесь вот такие классные детские площадки. Вот они. Всякие разные рестораны. Также прокаты очень много. И выход к морю. Здесь пляж есть. Галька. Но, но по-прежнему можно заметить достаточное количество булыжников. Здесь, конечно, есть эмблемка. Купание запрещено. И она здесь всегда. То есть здесь купаться, ребята, запрещено. Вон они заканчиваются. Вот эти булыжники. Это гора. Здесь их, вот видите, меньше. Но в целом ситуация так себе. То есть на тех пляжах дальше, куда мы сейчас с вами отправимся, там ситуация летом будет очень напряженная в плане места. Потому что лежат там люди летом друг на друга. Да, классно. Да, оживленно. Да, новая набережная. Да, олимпийские объекты. Да, крутые рестораны. Да, вкусная еда. Все, да. Но в плане морского отдыха, ну я не знаю. Как-то, как-то все равно отдыхать там, где очень многолюдно, ну это, конечно, не наш выбор. Вот она набережная. Видите, если там бетонный блок, огромнейшие камни, то тут просто ничего нету. Даже бетонного блока нету. Детские площадки, красивые лавочки с видом на море, где можно классно провести время и понаслаждаться, и также проводить закаты. Закаты вообще здесь очень классные, в ясную погоду. Ну, просто очень круто. Кстати, кто сейчас приедет, то я хочу подсказать, что закаты сейчас в 7 вечера. То есть, переезжать на пляж где-то без 15,7 и до полвосьмого можно насладиться. А это пляж Рэдисон. Вот вы можете увидеть по эмблемке только. Единственное, что отель вы сами видели где он. То есть, люди с Рэдисона должны ходить купаться сюда. Сами, да, представьте, сколько мы с вами прошли, и только тут пляж Рэдисона. Здесь уже началась тоже подготовка на этом пляже Рэдисона. Просто именно почему я подчеркиваю этот? Потому что он не один. Дальше мы с вами попадем еще на один Рэдисон, на котором такая уже стройка двигается. Видите, вырыли вот такие ямы. Сюда будут устанавливаться металлические балки и делаться теневой навес. Так. А мы сейчас с вами уже плавно подошли к пляжу Роза Хутор. Он находится напротив стадиона Фишт. Вот он, это олимпийский, да, объект. Сейчас можно просто сгонять в Олимпийский парк, просто погулять, можно на экскурсию сходить, можно попасть на матч, на этот стадион. В общем, все на ваше усмотрение. Так, здесь тентом накрыта площадка волейбольная-футбольная. Там тоже песочек. Видите, как они его защитили? Это, кстати, я напомню вам, это пляж Роза Хутор. Если начинать с той стороны, то, как бы, получается, это конец этого пляжа. Пляж Роза Хутор очень классный. Мы как-то, я в каком-то году, не помню, снимали обзор. Тут, как бы, ничего не изменилось из года в год. Они делают все, как говорится, по шаблону, как изначально они сделали. Почему пляж называется Роза Хутор? Потому что те люди, которые летом решили все-таки остановиться в горах, на Роза Хуторе, в отелях, то оттуда ходит автобус, который привозит сюда отдыхающих. И, по-моему, вечером увозят их обратно, бесплатно. Такие здесь стоят беседочки. Мне очень симпатизирует вот эта часть, набережная, без бетонного вот этого ограждения. И такая же набережная будет в самом конце выпуска, перед границей с Абхазией. Поэтому не переключайтесь, обязательно досмотрите выпуск до конца. Я вам все покажу. Вот эти вот конструкции, это все бунгалы. Их расставят, сюда еще довезут. Расставят здесь лежаки, расставят зонтики. Здесь сделают, вон там, на коричневой штуковине, на коричневом подиуме детскую зону. Там будет область, там можно оставить ребенка. Возле вот этого столба обычно устанавливают питьевую воду, где вот этот вот песок. Здесь устанавливают детскую площадку. И вот это за желтым заборчиком, это тоже игровая зона. То есть для детей они продумали максимум интересных тем. Также вот это вот ресепшн, вот оно. Здесь еще будут установлены ячейки, чтобы просто оставить свои вещи. Под охраной вам дадут ключик, но это, естественно, все платно дополнительно. Здесь также выдают на прокат полотенца. Если, допустим, вы пришли без полотенца, то, конечно, вам дадут. Ну и лежаки, естественно, платные. Здесь установят еще всякие статуэтки и символика Роза Хутора. Ну, короче, летом все увидите, кто приедет. Вот эмблема, логотип Роза Хутор. Такие ступеньки. Ну и молодцы, что они сделали вот такой спуск для колясок. Везде лежат вот эти деревянные настилы. И, кстати, в отличие от всех, они настилы эти вообще не убирали. Они так и стоят. Собрали кучу деревяшек, которые намыло волной, когда у нас были штормы. Вот, я уже показывал, как на других пляжах с этим борются. Их сжигают. И вот мы снова упираемся в бетонный забор. Ну, а тут, ребята, прямо возле пляжа Роза Хутор начался снова зеленый забор. И здесь началась грандиознейшая стройка гостиницы Мариотт. Вот еще можно увидеть, что за забором есть, типа, хачапури, шаурма. Есть какие-то сцены, лимонады, мороженое. Все это будет, друзья, под снос. Ничего этого не будет. Если раньше здесь, даже в том году, можно здесь было погулять, то сейчас все. Большая стройка. Сейчас я покажу, на что это очень сильно еще повлияло для отдыхающих. Покажу, какие отели пострадают. Ну и, конечно, здесь, кто работает, естественно, они остались уже без туристов, потому что в эту часть набережной никто не пойдет. Здесь даже нету... Так, это пирс. И, кстати, раньше был пляж Пирс, сейчас вот закрыли, и, наверное, его и не будет. Значит, видите, все вот эти кафешки, тир, все раньше работали. Здесь также было очень много детских зон, сейчас нету ничего. И мы, кстати, вот недавно тоже здесь прогуливались. Вот это заведение. Я думал, что тут, ну, как бы строится, но все-таки ему дали место поработать. В итоге нет, все под снос. Вот его тоже закрыли забором. Вот мороженое, да, во все набережные, то, что было расставлено. Все, здесь будет большая территория. Причем стройка, если все, как говорится, пойдет хорошо, затянется до аж конца 23-го года. И поэтому для тех, кто будет приезжать сюда отдыхать, вот так, сейчас, чтобы было видно. Вот раз, отельчик. И сейчас еще покажу. И вот крыша торчит. Это отель-богатырь. И поэтому, кто выберет вот эти вот два варианта, учтите, что вид на стройку, вот отсюда, видите, хорошо видно, богатырь. Вид на стройку, постоянные шумы. Они сейчас вот свои забивают, это нереально громко происходит. Постоянный вот этот шум будет у вас в номере 100%. Ну и, конечно, на пляж вы будете ходить тоже через вот эту вот всю стройку. Поэтому, выбирая, ребята, отель, вид, куда будет выходить, учитывайте этот момент. Все-таки приехать отдохнуть на недельку, на вторую с видом на вот такую грандиозную стройку, я думаю, точно желания нету ни у кого. Вот тут раньше был такой туристический проход, было всякие, куча там палаток, детские аттракционы, парк развлечений. Выход к морю по-прежнему сохранился. Вот, и сейчас все это вот превратилось в стройку. То есть, вот, кстати, выхода к отелю-богатырь, который сейчас шухнет через мусорку и через стройку, проходит. Вот мы с вами уже двигаемся по набережной. И вот эта часть набережной, она максимально оживленная, потому что с левой стороны там уже идет современная застройка, гостевые дома, отельчики. И, конечно, тут всегда людей очень много, даже несмотря, что сейчас идет, ребята, дождь. Я вот уже как не знаю, что мокрый. Посмотрите по лужам, да. Вообще идеально покупать вот такой дождевик. Но зонтик, конечно, тут не рекомендую, потому что если есть порыв ветра, то вы останетесь без зонта и все равно промокнете. Здесь, значит, смотрите, да, можете сразу обратить внимание, что есть обычная набережная с плиточки. Здесь есть вот такая прорезиненная набережная. И слева тоже есть велодорожка, по которой нужно кататься на самокате. Огромный выбор велошеринга, самокатного шеринга. На любой вкус и цвет, какое хотите приложение, такое и скачивайте. Выпуск, посмотрите. Подробно рассказал пляж. Не знаю, к кому он относится. Широченный, отчасти песок. Вот теневая зона будет. Но здесь, в этой части, работы никакие пока не ведутся. В этой части набережной. Тут ориентир. Туда уходит улица Чемпионов. Ну, налево-направо, понятное дело, набережная. На этом пляже уже идет подготовка. Вот завезли бунгалы. Их огородили, обмотали такой красно-белой лентой. Завезли еще досок. Вот так все это дело выглядит. Прокладывают траншею. Вышка спасательная. И вот потихонечку, потихонечку уже начинают обустраивать. Я не знаю, кому принадлежит этот пляж и как он называется. Но те пляжи, которые наиболее известны, типа там Рэдисон, там Магеллане, там Бридж. Таких, да, получается, более известных отелей. Там работа вообще полным ходом. Там все, так сказать, отсыплено. Тракторат, Камазы. Так, здесь идет такая линия ресторана. Да, вы сами можете заметить, людей очень-очень много. Я говорю, несмотря на то, что у нас идет дождь, я промок. Вот можно видеть по моей кофте на сырае. У меня нет дождевичка. Хотя надо было бы прикупить, но, как говорится, уже поздно. Уже и сезон дождей закончился. Кстати, здесь на пляж есть вот такой спуск с колясками, очень плавный. А вот траншея порыта вообще вдоль всего пляжа. Так, мы с вами подходим к Рэдисону. И здесь можно заметить, что вот открыли еще одну пиццерию Пицца Паппи. Возле нее также выложили новую велодорожку при Рединином. Да, скоро будет открыть. Буквали через метров 300. Есть еще одна такая же Пицца Паппи. Раньше здесь был забор. Сейчас все наконец-то открыли. Просто пока есть ленточка. Но я думаю, что в ближайшее время ее уберут. Можно будет здесь кататься уже спокойно на самокатах. А то было очень удобно, что упирались в забор. Потом вот здесь вот среди людей едешь. Опасно, короче. И потом вот переваливаешь. Вот видите, как девушка чешик. И только потом попадает на свою велодорожку. Все в дождовичках. Молодцы. Море-аморе. Чем интересен этот ресторан? Ну, во-первых, да, здесь такая типа в виде корабля все сделано. Во-вторых, у них вот этот собственный пляж. Пляж с очень и очень красивым выходом на пляж. То есть таких выходов, входов, спусков, как хотите, да, это называйте. Ни у кого нету. Здесь в хорошую погоду есть пусики, можно взять на прокат. И также размещаются саборды. Посмотрите, какой красивый они сделали вход-выход на пляж. Ну, по мне, так очень классный. В нежных, приятных тонах. Ну, а мы с вами, друзья, уже подходим к пляжу Рэдисон. Про что я вам говорил. Вот она, еще одна пиццерия. Пицца папи, только эта красная. А вот здесь получается, вот она виднеется, она голубенькая. Не знаю, в чем будет отличаться концепция. Мы, кстати, здесь ни разу не покупали почему-то пиццу, но вот говорят, что она здесь очень-очень вкусная. Но пока сами не попробуем, рекомендовать вам ее не будем. Здесь, возле этого входа-выхода площадь, там установлены скульптуры, мини-скульптуры Олимпийского парка. Можно посмотреть, ознакомиться с мини-копией. Кстати, вот иду, мне сразу становится жестко неудобно. Из-за вот этой вот галлики. Посмотрите, она громедная, она привозная. Ее откуда-то с Адагеей, по-моему, в этом году привезли. Ходить по ней ужасно неудобно. Даже в ботинках. Что касается босиком, так это вообще полный ужас. Сколько раз пытался это сделать жестко. А плюс ко всему, вот эти камни, они ломаются. Они такие очень-очень острые. То есть порезаться об них можно очень просто. Вот она родненькая, родная, маленькая, мелкая галька. Да, вот даже сравните. Мелкая, и вот она огромная. Ну что, друзья, вот он у нас. Отель Рэдисон. Вот пляж Рэдисона. Значит, зимой они убирали вот эти два ряда металлических каркасов. Оставляли только первый и второй. Убирали вот эти бунгалы. Песок. Они как-то сворачивали, весь сюда загребали. И была такая узенькая тропинка здесь. Сейчас все. Сейчас здесь кипит работа. Посмотрите, они все заново установили. Уже сделали теневые навесы. В очень таком красивом стиле. Да, не просто их так прямо натянули. А, видимо, специально, чтобы когда ветер что-то был, он так срезался, как волна. Волна рез. Завезли еще много песочка. Пока все находится вот под такой красно-белой ленточкой. Ну, ходить туда не нужно. Хоть многие и заходят. Вот, в принципе, да, замечания никто не делает. Кстати, вот после обеда начнет подниматься шторм. Была такая спокойная волна. Такая прям очень-очень аккуратная, нежная. Сейчас прям начинает уже бить. У нас снова погода испортилась. И, по ходу, несколько дней у нас будет снова идти дожди. Конечно, такая погода уже надоела. Так, вон они сделали ресепшн, видимо, будет. Либо это какая-то такая даже барная стоечка. Они завезли сюда зеленый искусственный газон. Да, вот уже можете увидеть. Здесь под навесом будут устанавливаться лежанки, которые, конечно, будут платные. Но для тех, кто с отеля, будут, естественно, бесплатные. А будут ли вообще они сдавать их в аренду, я, конечно, точно не подскажу. Но в 2019 году сдавали. Привезли, значит, сюда они детскую игровую площадку. Вот, кстати, главный вход на пляж. Пальмы, которые в горшках, они их перекинут вот в эти чаши белые. Будет все смотреться очень-очень красиво, интересно. Сделают максимально, конечно, все стильно. Да, вот в пляж Рэдисон каждый год вбутывается, конечно, колоссальное количество денег. Это прям 100%, потому что завести даже элементарно, да, такой песок. Вы даже посмотрите все это. Вот получается рулон, он вот так вот разматывается, и сверху уже на рулон насыпается песок. Вот иду по этой гальке и просто... Ну, идти, ребята, невозможно. Вот кто приедет сюда летом отдыхать, вспомните мои слова. И это просто какой-то ужас. Так, а сразу за Рэдисоном. Здесь есть новый ресторан. Открыли грузинской кухни, включили фонтанчики. Дальше здесь поющий фонтан, он очень интересный. Он даже выстреливает огонь. Вот так вот собрали здесь последствия шторма. И также тут устанавливают вот так вот теневые навесы. Пока поставили только вот эти металлические балки. Вот есть возможность посмотреть, как они крепятся. Может быть, кому-то это интересно. А этот пляж к чему, к кому относится, я вам не подскажу. Такая некая нейтральная территория. Там начинается арфа отели. Мне вообще кажется, что те люди, которые приезжают отдыхать в эти отели, они даже на море не ходят. У них там полно всяких бассейнов, всяких своих развлекух. Им, походу, даже как-то и не надо. Ну, по крайней мере, сколько я замечал. Да, друзья, работа здесь идет полным ходом. Вот вы можете наблюдать, завезли эти металлические балки. Здесь, наверное, потом еще зайдет какой-нибудь трактор. Засыпят все вот эти бетонные блоки. Здесь все будет очень и очень ровненько. Как ориентир, этот пляж находится напротив ресторана. Вот он, Чихана номер один. Ну и, соответственно, вот эти арфа отели. Чуть дальше Рэдисона, в сторону Абхазии. Вот про что я вам говорил. Вот здесь можно увидеть следы от трактора. Он брал здесь гальку и засыпал вот эти вот бетонные блоки. Видите, осталось... Вот их как бы окружили уже галькой, осталось только все засыпать. Вот стоит манипулятор. Выгружает, видимо, вот эти как раз и балки. Но здесь, короче, работа кипит полным ходом. Вот пока, так сказать, первый этап, да, когда они делают теневые навесы. Вот мы сами подошли к пляжу Магеллан. Он, конечно, не называется Магеллан, просто мы так делаем, как ориентир возле ресторана Магеллан. Тут, ну, пока не делается ничего, как вы можете заметить, да. Столько вот стоит всю зиму вот эта штуковина вот проката сап досок. Вот. Поэтому сейчас есть смысл эту часть пройти по набережной. И я вам покажу, какие изменения идут там. Что улучшается, что закрывается, что пристраивается. В общем, давайте посмотрим. Отпереди нас ждет, значит, пляж Бридж и бархатные сезоны. Вот такой вот здесь выход с пляжа. Бетонная лестница для колясок ничего не предусмотрена. Есть туалет, 30 рублей стоит. Так, и вот мы с вами попадаем на набережную. Людей все меньше и меньше с нашей прогулочкой, да, становится. Сами можете заметить, потому что дождик местами усиливается. А мне еще добираться до машины на другую сторону Олимпийского пляжа. Здесь подготовили какую-то сцену. Помнится, здесь выставляют столики, играет Бриджей. Так, в этой части нету никаких прям новшеств по набережной. Единственное, что сделали, значит, пристройку вот эту. Вот. Открыли виновый магазин. Опа. Да, вот так вот набережная, ребята, выглядит. Дождливую погоду. Очень много луж. Поэтому резиновые сапоги в такую погоду и вот такой комбинезончик очень приветствует. Вот вход на пляж. Кому он относится, тоже не скажу. Никаких обозначений нету. Настилы будут красить. Уже подготовили, поставили спасательный пост. И на этом пока все. Здесь вот строят второй этаж. Но что здесь будет, пока неизвестно. Здесь позакрывались магазинчики. Вот, видимо, кому-то отдали другому. Так. И мы с вами подходим уже к очередному сурф-кафе. Здесь очень крутая детская площадка. Вот здесь она полностью песочная, классная зона, современная, новая. Это как раз вот сурф-кафе. Здесь всегда много играет детишек. И мы тоже всегда очень любим переезжать. Единственный, конечно, недостаток всего этого песка, что дома потом выгребаешь этот песок. Один раз ходишь, неделю выгребаешь. Вот так вот будет правильней сказать. И совсем не вчера мы узнали, что здесь был прокат саптосок. Классные такие ребята. Устраивали зимой дискотеки, но они съехали. Вот тут они были. Теперь их тут нету. Куда съехали, я не знаю. Но, видимо, не поделили пляж. Мы с вами спускаемся на пляж. Это уже, друзья, начинается пляж Бридж. Здесь также уже идет подготовка полным ходом. Вбили вот эти, как они правильно называются, арматурины с резьбой. В плане конструкции. Вон все на цепях на таких. Здесь они установят еще детскую площадку. По крайней мере, она была. Не должны они в этот момент. Большая территория проката, где можно взять как вот через приложение, так и просто обставляют прокат. Вот за синим темпом все лежит. А вот он, главный вход. Что я хочу еще показать, вы можете тоже заметить. Так, сейчас перейду. Завязали огромнейшее количество лежаков. Кто не знает, это фонтан дружбы народов. Так, здесь винно-настилы. Поставили пока одно бунгало. Так, вот. Урны привезли. И посмотрите, как тут малолюдно. Я бы сказал, что здесь вообще нету никого. Мы с вами тут одни сейчас. Вы сами можете увидеть, здесь нет никого. Потому что, ребята, плохая погода. Дождик-дождик воросит, но на набережной люди гуляют. И, кстати, вот начинается, как я говорил, там где-то в начале выпуска, что еще один кусок набережной, который нам очень сильно нравится. Это как раз на бархатных сезонах. Вот это пляж. Бархатные сезоны. Вот они вот так подписали свой пляж. Бархатные сезоны. Город отель. И здесь нет вот этого бетонного сбора. Соответственно, сидеть и смотреть, расслаждаться морем одно удовольствие. Здесь такая ресторанная магазинная зона, которая полным годом готовится к открытию. Вот все ребята подкрашивают, обновляют. Скоро все откроется. Здесь я слышу тоже какие-то происходят работы. Ну вот здесь строят, видимо, какой-то магазинчик. Просто один и больше ничего. Вот. Бархатные сезоны. Уже даже есть булокат. По ценам можно посмотреть вкусы. Мусор разделен даже вид мусора. Молодцы. Но все, видимо, с того сезона. Я надеюсь, все очень покрасит и будет смотреться очень красиво и очень аккуратно. Но впереди ребята вы можете увидеть уже нейтральную территорию, белый забор и Абхазия. Отсюда открывается ребята великолепный вид на горы Абхазии. В ясную погоду смотрится очень круто. Особенно кто приедет сейчас снежные шапки. Вид, конечно, потрясающий. Абхазия.